Причиной аварии часто становятся ямы и канавы. Моя коллега Анастасия Ярошенко накануне инспектировала дороги. Сначала она сломала каблуки на Светландской. Увидела, как оставляют после себя ямы дорожники в спальном районе города. Проверила одну из основных транспортных магистралей, а у исполняющего обязанности главы администрации Владивостока Константина Межонова узнала, почему в его ведомстве бардак. Мы разобрались в причинах того, почему улицы Владивостока стали напоминать военные полигоны, а тротуары – настоящие окопы. Но сначала кое-что напомню. Впервые администрации Владивостока выделили из федерального бюджета 500 миллионов рублей, чтобы наконец-то привести улицы города в надлежащий вид. Администрация города деньги взяла, все раскопала. И так оно и стоит два месяца. Разрытые дороги, уничтоженные тротуары отвечают – полмиллиарда мало, не хватило. Жители, пешеходы и автомобилисты не скрывают своего возмущения. Так ужас вообще, ужас. Разрыли везде, ни проехать, ни пройти. Вот эта пробка постоянная, тут и так пробки из-за этих лежачих полицейских, а тут еще и ямы вырыли. Вопрос, куда смотрят люди, которые этим должны заниматься и следить. Весь город разваленный, ну машины просто не успеваешь ходовку делать. Мы же все знаем об этом, это не ремонт. Ужасно, пройти невозможно, очень плохо. Ни с коляской, это вот я сейчас без маленького ребенка. С коляской пройти вообще нереально. Ноги ломаешь. Они перекопали весь город и рабочих не видно. Суббота, воскресенье только. Ни ночью никто не работает, ни днем никто не работает. Расковыряли и бросили. Работают только в субботу, воскресенье. И то, ну как бы как. Если честно, в этой ситуации на улицах Владивостока нет никакой логики. И поэтому мы обратились в администрацию города за разъяснениями. Вот что из этого получилось. Может быть им позвонить сейчас можно как-то туда? Попробуйте. Вот до чего технологии дошли. Нормально в срок мы дороги сделать не можем, зато вот стоит такой планшет, где указаны телефоны всех и заместителей главы Владивостока, и органов администрации. Сейчас попробуем найти управление, которое занимается ремонтом дорог и с ними связаться. Мы бы хотели поговорить с чиновниками, которые отвечают сейчас за ремонт дорог во Владивостоке. У нас есть несколько вопросов. Ну мы за ремонт не отвечаем. Немножко не по тому адресу. Ну если вы управление, которое занимается дорогами и благоустройством. Нет, управление дорог, это управление, благоустройство и дорог это одно. Это отдел организации дорожного движения. Давайте я сейчас переключу на начальника отдела. Давайте. Давайте. К сожалению, вам необходимо обратиться по другому номеру телефона. У меня этой информации нет. Нас уже в четвертый раз перенаправляют. Вы какой отдел представляете? Делали конструкцию капитального ремонта. Ну, наверное, вы отвечаете за ремонт дорог? Нет, мне, к сожалению. Не вы. А кто тогда отвечает у нас за ремонт дорог? Вы можете разобраться у себя? Разобраться? У меня нет необходимости разбираться. А, нет необходимости разбираться, кто отвечает за ремонт дорог. Ну хорошо. Да, да. Посмотрите, пожалуйста. Нужно посмотреть на сайте. Поняла. Спасибо большое. Из профильных чиновников нам так никто и не смог дать ответ. Поэтому мы обратились за комментарием к исполняющему обязанности главы администрации города Владивостока Константину Межонову. Весь день мы пытались с ним связаться. Звонили по всем известным телефонам. В итоге нам все-таки удалось поговорить. Но этот разговор был не намного продуктивней. Вопрос, который нам задают все жители Владивостока, которые возмущены дорожной ситуацией. Почему нельзя на одном участке начать работы, сразу же закончить, разрыть и зарыть, потом приступить к другому? Почему нужно разрыть весь город и в таком состоянии уже несколько месяцев? Подождите, подождите, подождите. Я, честно говоря, не понял вашего вопроса. Мы же делаем дорогу, а не дом. Ну, хорошо, я поняла. То есть изначально по графику, в принципе, все так и было задумано, да? Извините, у меня сейчас в другую входящую звонку. Кроме светландской. Угу. Ситуацию помогли разъяснить профильные чиновники в краевой администрации. Выяснилось, просто городские власти слишком поздно обратились за деньгами. Так как заявка получилась 19 июля, мы написали ответ администрации города Владивостока о том, какие документы нам их убили для перечисления денежных средств. От администрации города Владивостока мы ждем необходимый пакет документов. То есть чем быстрее они нам его предоставят, тем, соответственно, быстрее мы перечислим эти финансовые средства. Так что теперь неизвестно, когда точно закончится эта война с тротуарами и ямами на улицах Владивостока. Но каждый из наших телезрителей может попробовать узнать. Мы связывались с Константином Межоновым по сотовому телефону. Поэтому, к сожалению, поделиться им не можем. Рабочего телефона у главы городской администрации почему-то нет. Но сейчас на ваших экранах номер одного из профильных заместителей главы администрации Владивостока. По этому номеру можно позвонить и задать свой вопрос. А именно, в какую яму городские власти закопали полмиллиарда? Анастасия Ярошенко, Максим Евсеев, Денис Семесинов, Панорама.